ЖКХ, наследство, раздел имущества и льгодные выплаты. Это далеко не полный список тех вопросов, с которыми химчане пришли в организованный пункт юридической помощи. Мы не ставим своей задачей сейчас дать, скажем так, исчерпывающую юридическую консультацию. Люди к нам приходят и говорят, я не знаю, что мне делать, кому нам идти. И мы тогда говорим, проблема ваша лежит вот в этом русле, сюда мы ее развиваем. Возможно, сразу мы сейчас блиц-ответ дадим, и гражданин поймет, что ему делать. Возможно, там и нет проблемы, просто он думает, что она есть. Если же вопрос потребует дальнейшего разбирательства, юрист продолжит работу с гражданином вне пункта приема. На консультацию одного клиента у специалиста максимум 20 минут. Впрочем, этого времени ему достаточно. Рекомендации дают быстро и бесплатно. Прием ведут сразу 12 юристов. В своей очереди долго ждать не приходится. У юристов сформировано таким образом, что у него присутствуют и юристы общего профиля, и узкопрофильные специалисты. Помогают химчанам не только в рамках одного мероприятия. Члены общественного совета, который вырос из проекта «Химки. Интересно жить» поддерживают жителей на постоянной основе. Помогают адресно. К юристам направляют в том числе и тех, кто ранее лично обращался за помощью к местным властям. Поддержки у Марии Березецко попросила жительница микрорайона Клязьма Старбеева. Член общественного совета сразу направила ее к профильным специалистам в пункт юридической помощи. Мы знакомились там с жителями, общались. Потом у нас начали создаваться домовые чаты. В домовых чатах мы работаем активно, мы решаем различные проблемы. Первый день за бесплатной юридической помощью к специалистам уже обратились более 50 человек. Те, кто не смог приехать лично и получить консультацию, имел возможность задать вопрос юристу через интернет. По словам гендиректора Союза безопасности дорожного движения области Светланы Заболоцкой, подобные встречи с людьми необходимо проводить хотя бы один раз в квартал. Но администрация «Химок» намерена делать дни юридической помощи еще чаще.